привет привет друзья рада снова сегодня быть в прямом эфире вместе с вами и сегодня мы поговорим про картинки которые продают все говорят повсюду про то что нужно писать продающие тексты продающие тексты в инстаграме продающие тексты в фейсбуке продающие тексты на сайте но вот про картинки к сожалению говорят очень мало а на самом деле картинки зачастую могут продавать гораздо лучше чем тексты потому что картинки показывают и сразу все понятно что и как и иногда смотришь на сайт и кажется что это очень сложно сделать но на самом деле сделать такие картинки не так уж и сложно и я сегодня хочу вам не просто рассказать про это а прям показать как их можно сделать сделаем вместе с вами итак сначала я хотела вам показать что это такое вообще про какие такие продающие картинки я вообще говорю и покажу вам примеры несколько сайтов и так сайты так так хоп видно ли вам сайт это сайт школа контента май богдановый очень классная когда его увидела первый раз вообще прям влюбилась и подумала какой красивый сайт ну вот здесь сначала про маю а потом посмотрите хопа сразу видео какое-то и чему вы научитесь и тут прекрасные такие скриншоты и текст какой-то такие красивые выноски и стрелки и вот здесь вот показано как будет даваться обратная связь на курсе как как будет выглядеть текст потом опять показано как как будет проходить вебинары как будет проходить лекции как будет выглядеть общение в рабочей группе домашние задания и так далее вообще очень классно сделано я посмотрела обзавидовалась и поняла что ну очень здорово это сделано и показано но у меня честно говоря ощущение что моей делал сайт-разработчик классные разработчики которые все вот так вот отлично сделали очевидно что она постаралась для того чтобы наполнить этот сайт контентом но ну я например так сайт сделать не смогу на том шаблоне который меня есть без привлечения к какой-то помощи но это не значит что нельзя сделать самому похожие вещи да вот здесь вот продающие картинки это прям примеры скриншоты давайте посмотрим на другой пример мой любимый тифани хан и и и ее проект inner circle она уже его закрыла туда набор но сайт сайт я нашла нашла страничку и хочу вам ее показать здесь вот текст какой-то а дальше смотрите картинка и сразу же видно тут что про программа включает себя сразу видно что будут видео какие-то и если вы любите учиться с помощью видео то в общем-то все понятно можно вообще не читать текст сразу понятно что здесь будет видео и будут какие-то раздатки причем видно что раздатки такие какие-то красивые дизайнерские приятные в общем не фуфло какое-то здесь тоже пример где-то у нее был пример с с тем что у нее еще доступ в instagram вот здесь вот опять же что будут челленджи и показаны это на таком айпаде как будет что будет доступ закрытую фейсбук группу то есть не просто написано будет доступ закрытую фейсбук группу а вот он сразу это все на картинке нарисовано и сразу это становится гораздо более таким каким-то объемным понятием чем если бы это просто было написано и мы дадим вам доступ в фейсбук группу вот опять видео и понятно что их будет много потому что их тут несколько опять какие-то раздатки раздаточные материалы вот она говорит что здесь будет рабочая тетрадь по генерации идей и сразу же мы видим это идея сразу же видим это этот раздаточный материал эту книгу рабочую вот тут вот показано как на компьютере будет выглядеть курс и на самом деле здесь уже нету какой-то верстки да если вы заметите здесь есть просто текст и картинки текст и картинки и я стараюсь тоже использовать этот прием вот например моя страница про аудит сайта услугу которую я предоставляю аудит сайт а вот у меня здесь красивая картинка который в принципе но так откровенно ни о чем не говорит это просто такая настроенческая картинка а вот дальше после отзыва я говорю про то что будет финальный отчет который я предоставляю и здесь есть картинка с тем как выглядит финальный отчет здесь нельзя прочитать какие-то детали но видно что здесь будут красные красные стрелки будут исправления будут какие-то скриншоты будут таблицы будут примеры вот другой пример тоже с моего сайта вебинара по трела опять же мой сайт картинка с заголовком отзыв и вот здесь вот компьютер и скриншот не просто скриншот потому что часто скриншоты не очень красиво выглядят а вот как будто бы на экране компьютера итак давайте с вами разберемся как сделать такие продающие картинки такие картинки которые будут представлять вашу услугу или ваш продукт сделать их на самом деле не очень сложно и называется вот это вот когда вы картинку помещаете на экран айпэда айфона или лаптопа компьютера вы конечно можете заморочиться и сфотографировать все это и иногда я так делаю у меня есть картинки на которых просто сфотографирован экран но таких картинок часто не запасешься не напасешься много и поэтому поэтому здесь на помощь приходят так называемые мокапы я долгое время не знала что это такое так вот мокап это собственно ну макет или это такая болванка на которую вы потом ставите и добавляете свой дизайн например это может быть мокап кружки белой а вы на нее добавляете свой какой-то логотип и вы уже сразу на компьютере можете увидеть как эта кружка будет выглядеть хотя она в реальности еще не существует так вот когда вы можете скачать мокапы найти мокапы для мобильного телефона для айпэда для планшета для компьютера и туда вставлять какие угодно картинки которые будут показывать как ваш курс или ваша рабочая тетрадь выглядит где можно искать эти мокапы для того чтобы это было законно мне для этого нравится использовать сайт который называется creative market сейчас я вам его покажу по крайней мере я я мокап свои мокапы искала там здесь огромное количество это такая большая биржа разных шрифтов картинок фотографий шаблонов для сайта и в общем там легко можно утонуть и здесь соответственно в поиске вы вводите например мокап и вот я ввела если вы знаете какие-то ваши цвета и вашу цветовую гамму например pink и вы знаете что вам нужен макбук мокап pink макбук и смотрите что вам выдаст собственно поиск вот например такая картинка с которой мы ушли но я показала как вам как я ее искала и здесь можно посмотреть как она выглядит вот здесь вот написано добавьте свой дизайн и вы можете вставить любую картинку здесь она немножко перегружена можно найти какие-то менее перегруженные картинки с меньшими деталями в принципе эти детали можно отрезать если вам это будет необходимо стоит она 15 долларов другое другой способ это здесь есть такая ссылочка get free goods в креатив маркет и каждую неделю по понедельникам они выкладывают бесплатные разные товары и например свой мокап для компьютера я как-то нашла вот в такой распродаже или не знаю раздача раздача подарков на креатив маркет то есть сегодня вот я смотрю на этой неделе таких мокапов не раздают но я мне как-то вот повезло я увидела и тут же с удовольствием скачала то есть вы можете купить сразу или здесь можно подписаться на на рассылку креатив маркет и тогда вам каждую неделю будут приходить новости о том что появились какие-то новые бесплатности на которые вы можете заглядывать смотреть и может быть вы там что-то найдете но если вам нужен такой мокап ну в общем там можно найти за 8 долларов за 15 долларов легко что-то что вам подойдет вы будете это использовать снова и снова и снова и так вы нашли фотографию с мокапом дальше я ну кстати не обязательно иметь такую фотографию я вам сейчас покажу как можно сделать не тратить деньги на фотографии это тоже возможно и после этого я пользуюсь программой канва и соответственно я захожу в программу канва канва.com и выбираю какой-то дизайн ну я люблю обычно для таких вещей выбирать презентацию размер презентации мне кажется что он достаточно универсальный так я выбираю презентацию можно выбрать поставить там свои какие-то параметры картинки которые вам нужны размеры по ширине и по длине я выбрала презентацию и дальше соответственно если у меня есть мокап то я беру вот у меня та самая папка с картинками которую я как раз скачивала с creative market и здесь есть одна из картинок это это вот такой вот мокап я выбираю в канве uploads и теперь мне нужно перенести мой компьютер мой мокап вот сюда сейчас он загрузится вот здесь вот в моих картинках и я переношу его на свою страничку дальше я могу поскольку картинка достаточно качественная хорошего разрешения я могу дальше ее как-то увеличивать например я могу вот так вот сделать да не обязательно мне соблюдать все все границы и таким образом я получила вот эту вот картинку теперь мне нужно вставить что-то внутрь и вставить я могу или какую-то картинку или я могу сделать скриншот со своего экрана и вставить туда скриншот например если я вставляю свою какую-то картинку предположим я хочу показать что про то что у меня здесь есть видео то я выберу папку с моими обложками для видео и вот так вот перенесу картинку и просто ее растяну по высоте экрана но мне нужно ее подрезать я выбираю кроп обрезать и обрезаю чуть-чуть двигаю и на самом деле ничего страшного если у меня останется небольшая рамочка вокруг картинки потому что если вы посмотрите в у компьютера тоже есть обычно небольшая рамочка так что это будет вполне нормально смотреться ну можно было чуть-чуть мне кажется я переборщила вот так вот я сделала но нужно показать что это видео и тогда я иду в элементы и вот здесь вот открываю формы и в поиске например я могу набрать по-английски play и в play вот мне есть здесь уже все нужные мне иконки я например выберу вот такую вот отцентрую ее видите мне показывает все по центру картинки но не фиолетовую а сделаю обычную белую и для того чтобы она естественнее смотрелась может быть чуть-чуть сделаю поменьше я еще сделаю прозрачность 80 процентов бум давай 80 хоп и таким образом получается картинка что это компьютер и на нем какое-то видео ну то есть вот уже так можно вполне скачивать можно сделать по-другому если у вас нет мокапа и вы не хотите его скачивать с creative market покупать например то здесь можно найти в картинках элементы я могу ввести например макбук так нет неправильно я наверное нашла frames скорее всего здесь а вот он вот такой вот есть макбук или ну смотрите сколько здесь вариантов вот есть вот такой какой то он немного совсем такой кондовый где-то я находила красивый нужно тут наверное немножко будет порыться ну ладно возьмем вот этот там есть вот этот вот с watermark есть на самом деле и бесплатный нужно просто как следует поискать я точно видела бесплатный и соответственно за вот такой вот по-моему нужно будет заплатить 1 доллар но можно найти бесплатный и соответственно то же самое вам нужно сделать вставить картинку и дальше вставить кнопочку кнопочку play можно даже ее скопировать с предыдущего дизайна и вот так вот можно сделать если потратить время и поискать найти вот здесь вот я делаю я вам покажу вот такой вот такую форму макбука я нашла она совершенно бесплатная сейчас с вами в прямом эфире не успела ее найти но вот она совершенно бесплатная дальше я нажимаю download и могу закачать эту картинку вот таким образом то есть или вы делаете у вас получается вот такая красивая картинка с фотографией и это mock-up или вот такая вот графическая картинка другой вариант это когда вы хотите чтобы у вас было показывался скриншот да не не фотография тогда можно убрать вот вот эту вашу фотографию и сделать сделать скриншот он у меня тут уже запасен заранее где-то сейчас я его найду вот я соответственно его добавляю тоже в свои upload в свои фотографии сейчас сейчас я его просто перетащу все мне очень нравится что здесь можно перетаскивать хотя конечно для любителей нажимать на кнопки есть кнопка но можно все перетаскивать и скриншот я просто сделала скриншот со своего экрана вот я перетащила картинку сюда хоп и такое ощущение что на на компьютере открыт открыт браузер специальная оставила там закладочки чтобы создавалась полное ощущение того что это съемка что это настоящий компьютер здесь соответственно логика абсолютно такая же просто это не не картинка а фотография точно так же я беру свой скриншот здесь и добавляю его вот сюда единственное что его нужно будет немного подрезать и в этот раз я хочу его отрезать больше с одной стороны с правой для того чтобы с левой не отрезать вот эту вот закладочку закладочку бум ну красота же и дальше я загружаю мне совершенно не нужно огромное количество этих мокапов то есть одного за восемь за 15 долларов вполне можно может хватить потому что самое важное это то что на экране этого компьютера а то что вид компьютера будет повторяться в этом нет ничего страшного потому что наоборот это скорее будет помогать вам и поддерживать ваш бренд главное чтобы вы нашли его в своей стилистике в своих каких-то цветах вот вот такой пример как можно сделать продающие картинки можно делать похожим образом раздатки делать скриншоты с ваших ваших раздаточных материалов и соответственно накладывать их здорово если вы добавляете туда тень тогда они выглядят как настоящие листочки дальше вы делаете одну картинку со всеми этими листочками и показываете как выглядит ваша раздатка или как выглядит отчет об аудите или как вы проверяете домашние задания все это достаточно просто сделать и совершенно не нужно для этого какого-то дизайнера привет Аня Инна Елена очень рада что вы присоединили что вы смотрите надеюсь что вам полезно если у вас есть какие-то вопросы по поводу того как с этим работать то задавайте я с удовольствием отвечу на них а я хотела рассказать о том что я на самом деле делала большой вебинар про то как работать с канвей как работать с изображениями потому что одна из опасностей которая которая кроется здесь это как только вы узнаете про такие инструменты как канва или кретив маркет то появляется желание сразу же все это использовать тут же накачать кучу разных картинок особенно если их раздает бесплатно это же отлично и в итоге здесь есть риск того что вы будете использовать разные какие-то визуальные образы и у вас не будет единого визуального стиля единого визуального бренда будет много разных экспериментов что конечно очень здорово но тем не менее не позволяет создать вам единство для того чтобы вас уже с другой стороны ваши потенциальные клиенты единым образом воспринимали и завидев вас издалека знали что что это вы что это про вас что сейчас вы будете рассказывать про свои услуги и продукты и им даже не обязательно было бы читать там название вашего сайта ваше имя и так далее чтобы вас видели издалека этому помогает визуальный бренд я про это делала отдельный вебинар где рассказывала и про то из каких элементов визуальный бренд состоит и про то как работать с канвей и с другими программами если вам интересна эта тема если картинки вам тяжело даются и вообще визуальные истории в интернете оформления то я вам его очень рекомендую и вот здесь вот вы видите адрес starblogup.com product visual brand вебинар стоит всего 500 рублей если вам это будет полезно то я буду только рада надеюсь что вам что вам было полезно послушать про то как создавать продающие картинки если у вас возникают вопросы если вы смотрите это в записи задавайте их в комментариях и подписывайтесь на starblogup страницу в фейсбуке если вы вдруг еще не подписаны если вы смотрите это на канале в youtube если вы смотрите это в виде youtube видео то тоже подписывайтесь на канал youtube ставьте лайк для того чтобы в следующий раз когда я выложу свое новое видео с разными полезностями вы их не пропустили а получили об этом уведомление спасибо что вы присоединились и до следующей недели пока пока